Здравствуйте! Сегодня мы продолжим знакомиться с лекцией великого российского философа современности Игоря Данилова и с его методами изящного доказательства того, что на Луне никого не было до сих пор. Также напоминаю вам, что философ, взявшийся рассуждать с точки зрения истории науки и техники, ни хрена не знает про историю науки и техники, и что он сам даже признался в том, что он был удивлен, что к Луне, оказывается, можно запустить искусственный спутник. То есть глубина познания потрясает. Но прикол тут в том, что это уже четвертая заметка, а я в начале этого мини-сериала обещал, что постараюсь придерживаться разумной длины роликов. И вот до сих пор стараюсь. Это четвертая заметка, но мы едва-едва добрались до середины исходного материала. И я, конечно, понимаю, что бываю иногда многословен, как в этом вступлении. Но все равно получается так, что мэтр разговорного жанра Голковский растянул полтора тезиса на часовые ролики. А Данилов вдавил чудовищную кучищу чуши. Чудовищную кучищу чуши. Почти скороговорка. Вот в это все он вдавил в полчаса. Также могу заметить, что благодарные ученики, которые окружают сэнсея, они по ходу дела являются жертвами мошенничества. Потому что что-то меня сомнения берут по поводу бесплатности его лекции. Не из любви к искусству, ведь он перед ними выступает, а за какие-то шиши-то он живет. Значит, вот что-то, вот что-то. Вызывает определенный интерес эта деятельность. Ну да ладно. Если это дело добровольное, то и ладно. Это все лирика. На сегодня у нас было запланировано, у меня, запланировано было завершение разбора, и я пообещал, что постараюсь сделать более сухую выжимку. Хотя это на самом деле очень тяжело, потому что ситуация прям как в том анекдоте про... Ой, я не знаю, что выбрать. Все такое вкусное. В общем, внимание на экран. Смотрим. Вот это самая ситуация. По опросам 25% американцев не верят в полет собственного народа, но это самое, в космос. Великолепный аргумент к населению Америки, который что-то там считает. А давайте еще вспомним, что некоторый процент населения Америки считает совершенно искренне, что Земле 6 тысяч лет, а что она плоская. Или что они не знают разницу между Джорджией, штатом США, и Грузией, не могут найти вторую на карте, и так далее, и тому подобное. То есть, что же, мы теперь на них ориентироваться будем? А как так? Они ж тупые! Там еще было с этим сотражением в скафандре, там, человека без скафандра. Ну, распространенная вещь, да, распространенная. Да, вещь действительно распространенная, и называется она конспирологический бред. Я немножечко покопался в этой истории и нашел первоисточник. В конце ноября, в 20-х числах ноября 2017 года, в доме не Коу-Юкей, если кто не знает, это Англия, внезапно появляется пучок новостей, где рассказывается, что некий гражданин совершил потрясающее открытие. Он обнаружил, что в шлемах астронавтов отражаются другие астронавты. То есть вот на фотографии мы видим, стоит астронавт, и в его шлеме отражается еще один. Как такое возможно? Наверное, потому что вот этот, кто отражается, он того фотографировал, наверное, так. Мы, ну, дикое такое предположение сделаем. Но на этом хохмы не заканчиваются. Оказалось, что вот этот вот первооткрыватель, он разглядел не просто другого астронавта, он обнаружил, что это длинноволосый чувак, одетый по моде 70-х годов. И если мы сравним этого чувака с другими снимками, на которых можно разглядеть в шлеме какое-то отражение, подробности этого отражения, потому что это не всегда возможно, то мы обнаружим, что этот проклятый длинноволосый чувак кочует из фотки фотку. Вот же ж в НАСА тупые. Собственно, само это потрясающее открытие сделал некто по имени Грэхэм Махарди. Англичанин, более известен в сети как Стрит Кап 1. Он уфолог, прославился в частности еще тем, что на Луне он нашел пирамиды и прилунившиеся летающие тарелки гигантских размеров. Ему принадлежит гипотеза о том, что Луна обитаема. Ну, в общем, обычный, типичный уфолог. Что самое загадочное, вот он в ноябре 2017-го дал это интервью, а через 7 месяцев умер. И его друзья-товарищи, такие братья по разуму, пишут, что это очень подозрительно. Видимо, НАСА устраняет тех, кто может их разоблачить. Да, потрясающая история, потрясающая. Они объясняют, что снимать было тяжело, снимки в основном не сохранились, фотографии не оставились. Я прекрасно осознаю всю тщетность моей надежды получить от пана-философа хоть какие-то доказательства его утверждений. Но зачем же так врать? Зачем? Что значит снимки не сохранились? А на фликре тогда что лежит? Сотни и сотни фотографий в великолепнейшем качестве. Бери, качай, изучай. Это потрясающее просто невежество. Мы для красоты решили их доснять в павильоне, чем Стэн Кубрика занимался. Про Кубрика и до съемки у меня будет отдельная заметка. А сейчас скажу вот что. Насчет красоты. Если посмотреть на те самые выложенные альбомы более внимательным взглядом, чем это делают обычные философы, то мы убедимся в том, что большая часть снимков, которые там выложены, не представляют собой ничего особенного. Просто скучные какие-то пейзажи без ничего. Просто вот серые пустоши. Равнины или горы, однообразные кадры, кадр за кадром. Есть целые кассеты, о которых я уже упоминал, где практически все снимки, это вот сидит астронавт, когда он на ровере едет, и снимает, что он видит по ходу дела. Плавно, медленно меняется пейзаж. И все. Зачем для этого нужна была студия, мне решительно непонятно. И если пан философ может взять эти фотографии и найти на них хоть один единственный признак подделки, того, что это все снято в студии, то пан философ будет первым, кому это удалось. Ну вот сейчас же вот недавно была эта картинка, когда две ракеты садятся, и когда автомобиль роста Тесла летает в космосе. И по полному целому параметру можно посмотреть это, действительно люди это показывают, что это опять компьютерная графика. Я совершенно не горю желанием влезать еще и в Л.Н. Маск уборчество, в эту тему, где политики еще, наверное, больше, чем в программе Аполлон. Замечу только лишь одно. За две севшие первые ступени от ракет Falcon, так же, как и за запущенный в космос родстер Тесла, заплатили инвесторы за просто красивую картинку, нарисованную на компьютере, они платить не будут. И вот сейчас проблема вот эта нерешаемая. То есть прошло 50 лет, другие техники, другая техника, куча видеокамер, чего-либо еще. И тем не менее, ракету посадить не удалось. Две посадили ступень, а третью нет. Нерешаемая проблема. А тут же, как новенькая, как новенькая. Все были попытки, это же с ума сойти. Улетели за 400 тысяч километров. Там без единой ошибки на неподготовленную площадку посадили. Потом Маск бы этот двигатель еще месяц был, месяц, год бы обследовал, изучал. Они тоже взяли на этом двигатель и обратно взлетели. И сделали то, что не делали никогда. Взяли и состыковались. Повторение, мать его, учение. То есть, либо мы продолжаем отрицать советскую лунную программу, и сейчас вот еще и китайскую лунную программу, где была уже дважды осуществлена мягкая посадка на Луну. Ну, раз уж так, раз уж это невозможно, сесть на неподготовленную площадку. Вообще, задумаемся. Если невозможно сесть на неподготовленную площадку, значит, на Луну сесть невозможно в принципе. И на Венеру сесть невозможно в принципе. Ведь туда садились автоматические межпланетные станции, сделанные в СССР. Или не садились. Или давай мы будем все подряд отрицать. И советскую космическую программу, ну, американскую, понятно, и китайскую, и там, и индийскую, и японскую. Все подряд будем отрицать. Потому что... Нет никакого космоса! И не было даже при Сталине! У них в мягкой посадке это было несколько штук удачных, в основном неудачных. У них же были первые фото с Луны, там, 65-66 год. Так все было жесткая посадка. То есть, просто сидели, телеметрия была первая. Они просто в Луну врезались, а пока она к ним приближалась, они снимали. Потом аппарат гиб. И у нас так же эта мягкая посадка долго не получалась. Ну, то есть, мы продолжаем отрицать еще и советскую лунную программу, у которой мягкая посадка тоже сначала не получалась, да? Серия аппаратов Ranger, про которую он говорит с телекартинкой, которую он называет телеметрией, она была специально спроектирована так, чтобы падать на Луну, одновременно передавая высококачественную телекартинку. Другого способа снизиться на небольшую высоту тогда еще не было. То есть, у СССР точно так же. Первые аппараты пролетали мимо Луны или не выходили на связь, или вообще на старте взрывались. Сколько таких случаев было. И что, мы теперь на этом основании будем отрицать все остальные космические аппараты, что вот раз там в 65-м году ракета взорвалась, то в 69-м ну никак они не могли никуда полететь. Так что ли? Нет никакого космоса! Все видимости Луна это зона интересов инопланетян. Ну есть такая точка есть такая точка зрения, есть такая точка зрения. Серьезно? И мы всегда смотрим почерк, почерк. Всегда, когда ты исследуешь преступника, тебе же помимо мотива, а мотив он понятен какой, люди проиграли космическую гонку и решили фальсифицировать, да. Ой, как хорошо, ой, как хорошо. Преступление еще не доказано, а преступник уже назван. Потрясающе, просто очень удобно и, в общем, так и надо действовать на самом деле. Он преступник, все, даже доказывать не будем. Мотив и так понятен, все замечательно. Но, включим логику, включим логику, и ведь на 10-й минуте оригинального вот этого видео философ сам утверждает, что у США до каких-то там определенных годов вообще не было пилотируемой программы, поэтому и Меркери, и Джемини, и уж тем более Аполлон, все это грандиозная фальшивка. Предположим, что так. Но, как же так выходит, что при всем этом американцы умудрялись проигрывать гонку? Как можно проигрывать гонку, если ты в любой момент можешь сочинить фальшак? Собственно, как всякие не очень честные спортсмены выигрывают гонки при помощи мошенничества? Допинг, там, подделка материалов, да, там, углы срезают, еще что-нибудь. Именно для этого же мошенничать, чтобы выиграть, а не что, проигрывать. Это же бред. Зачем кому-то мошенничать и специально проигрывать? Ну, я, конечно, могу представить какие-то отдельные ситуации, но, в общем, тенденция-то такая, что мошенничают и жульничают для того, чтобы выигрывать нечестным образом. Не так ли? А тут получается, что настоящих космических полетов нет, все фальшак, но при этом умудряются проигрывать гонку этап за этапом. Очень странно. Но на самом деле, на самом деле, это уж само по себе неправда. То есть, на начальных этапах, да, у США были проблемы с темпами роста, но когда они поняли, что противник не собирается останавливаться на достигнутом и идет по нарастающей, достижения СССР вполне реальные были, американцы просто собрались силами, сконцентрировались и понеслась. То есть, если посмотреть на развитие программы Gemini, то же самое, то и сравнить с Советским Союзом, ну, я уже делал там про стыковки рассказывал, то оказывается, что отдельные этапы вот этой гонки, это же не единое событие, а там целая куча всяких разных этапов, развитие технологий, появление каких-то там вещей, техники и так далее. На каждом отдельном этапе, то СССР обгонит США, то США обгонит СССР, а вот так вот ноздря в ноздрю продвигаются, развиваются. Эта гонка реальная конкуренция была, это никакой не фальшак, все было на полном серьезе. И с Аполлонами американцы вырвались далеко вперед, не потому, что они что-то там внезапно подделали, а потому, что СССР отстал на самом-то деле. То есть, если бы это все был фальшак, вообще, все совсем, что бы помешало американцам снять свое героическое кино до полетов Аполлонов, чтобы выиграть эту гонку в раз и навсегда. Понятное дело, что на строительство реальной космической техники тратятся гигантские усилия, тратится время, испытания, все такое прочее. То есть, пока там глупые русские корячатся, строя ракету, давайте снимем кино, как мы ее уже построили и запустили. Опа! И гонка выиграна. Пока там глупые русские корячатся, строя многоместный космический корабль, мы давайте снимем кино про десяти местный корабль. Опа! И гонка выиграна. Но американцы так не сделали. Так что же им мешало-то, если это все было не настоящее? Ну, давайте сделаем такое вот усилие мозговое и предположим, сделаем такое чудовищное, абсолютно неправдоподобное, невероятное предположение, что космическая гонка СССР и США была настоящей с обеих сторон. Ну нет, бред какой, такого быть не может. Не-не-не-не-не. Не-не-не. А если надо смотреть почерк? А почерк, он всегда один и тот же. Во Вьетнаме провокация с кораблем, типа вьетнамцы уничтожили американский корабль. Война с Мексикой провокация с кораблем, которая как будто бы они уничтожили корабль. тоже провокация с кораблем. Да, и вторая мировая тоже провокация с кораблем. Люди взломали код, знали, что японская армада идет на Перл-Харбор. Это Малузитанию потопили до первого мирового. Нет, во вторую. Значит, они знали, что нашли, убрали оттуда все основные корабли в первую очередь, авианосцы. Агрессия состоялась. Но основные корабли в Перл-Харборе по странным не находились. Все как бы. там авианосцы там же... Ни одного авианосца не было. Они все были в море, ни одного там в тот момент не было. Только фильм показывают. Потопленный это... Глинкор. А авианосца не было. Да, там был потом и Глинкор, который подняли. То есть, действительно, они подставили свою... То есть, они могли принять решение, что могли эту армаду встретить, они могли что-либо еще сделать. Но по политическим мотивам им надо было обладать страной, страной жертвой. К чему весь этот понос? Причем здесь провокации с кораблями? Что провокации с кораблями это обязательный элемент внешней политики США? Нет, не обязательно. И даже не всегда провокации им нужны. То есть, они иногда залупаются без всяких провокаций. Смотри, пример вторжения в Гренаду, Ирак. Хотя там, да, там можно сказать, там была провокация. Это пресловутая пробирка Колина Пауэлла, о которой можно еще целый отдельный фильм снять, что это такое было на самом деле. Вторжением в Югославию, это что тоже провокация? С кораблем, да? Ну, фиг с ним, это все автопик. Пан Философ, судя по всему, хочет нас подвести к мысли о том, что отставание США в космической гонке в начале, это тоже такая провокация, наверное, да? То есть, все фальшак, но фальшак такой хитрый, что специально, чтобы выглядеть слабее. И тем самым, как бы, азартный СССР втягивается в космическую гонку, начинает развивать реальные космические технологии и ставить рекорд за рекордом. А США за этим всем следят. И вот в тот момент, когда СССР готов уже замахнуться на Луну, на сцену выходит Стэнли Кубрик, весь в белом, и знак фальшивки меняется на обратный, так что США из отстающих становятся опережающими. Побеждают в лунной гонке, СССР тут же это все разоблачает, смысл победы совершенно непонятен, разоблачает, но лунная гонка еще продолжается, еще США настолько увлеклись этим процессом фальсифицирования, что еще несколько раз летают на Луну, будучи уже разоблаченными. СССР выторговывает себе трубопровод в Польшу, Чехословакию, то есть приходят в Польшу и говорят, мы хотим построить трубопровод, а тебе говорят, а нахрена нам трубопровод? Они говорят, ну как же, американцы же не летали на Луну, а тебе, ааа, ну тогда ладно, тогда давайте строить трубопровод. Вот, США еще устраивает мировой нефтяной кризис, и так удачно сложилось, что к этому моменту СССР находит еще и много нефти у себя в Сибири. Вот, строит трубопровод, стремительно богатеет на нефть и газе, получает по лбу санкциями от Америки, поправка Джексона Вейника, вот это вот все, ввод войск в Афганистан, при этом они так продолжают шантажировать США, что США объявляют еще, там какой-то пакет санкций прекращается, или очень сильно падает торговля между СССР и США, она была, кстати, эта торговля, и не только пшеницы, как нам рассказывают конспирологи, вот, и до сих пор некие определенные круги шантажируют Америку непонятно чем. Настолько гениальный план, что я прям даже теряюсь, в чем он заключался на самом-то деле. А как это нести с космической гонкой? Тем, что почерк один и тот же. А там-то что они, какой корабль они подставили? Не корабль они подставили, а дело в том, что точно такая же, первоначально идет фальсификация чего-либо. А, фальсификация, понятно, это всегда. А, ну фальсификация-то это понятно, да. В чем она состояла, не напомните ли? И Американо-мексиканская война, Американо-Вьетнамская, и Перл-Харбор, везде идет определенного рода фальсификация, чтобы получить себе выгодное положение в этом информационном пространстве. Ага. То есть я переусердствовал, раскрывая хитрый план глупых пиндосов, в то время как великий мыслитель даже не подозревает о его существовании. Угу. То есть я-то думал, что они все это сделали для того, чтобы загнать СССР в застойный период, а с точки зрения философа, понимаешь, они все лишь хотели влезть в новости. Ну да ладно. Зато мы можем посмотреть на вот этого юного падавана, который невероятно доволен собой, потому что он ощущает близость к нирване. Он все понял. Он достиг просветления. Вы посмотрите. ...домного рода фальсификация, чтобы получить себе выгодное положение в этом информационном пространстве. А? Хорош же. Великолепен просто. И вот из таких восторженных молодых людей получаются мудаки, с которыми совершенно невозможно разговаривать, потому что они абсолютно упертые. Вот. А дальше что получается? А дальше Зюзия Чубайка. Ты потому что сидишь здесь в майке алкоголички. И об этом как-то рассуждаешь. Тебе денег нет, алкоголичка у тебя до пупка и так далее. А у них все есть. Я на Великой демократии. Град на холме. Град на холме. Поэтому отсюда какой вывод? Потому что Великая демократия и Град на холме всегда лучше, чем майка-алкоголичка. И все, что говорит этот чувак в майке-алкоголичке, все это алкогольный бред. Попытка опорочить великое достижение. Это основной пафос американской лунной программы. Я ничего не скажу про пафос американской лунной программы. Мне это неинтересно. Я замечу только то, что будь этот господин разодет во что угодно, не в майку-алкоголичку, а, я не знаю, в обтягивающий трико или фрак или во что угодно. Если бы он повторял бы вот то же самое, что он сейчас нам рассказал, это не перестало бы быть бредом, потому что это и есть бред, чушь, вранье и демонстрация дремучего невежества, абсолютно непростительного для человека, который называет себя философом. Назвался философом? Будь им! И это показывает, что доминирование в информационном пространстве может решать большое количество проблем. Доминирование в информационном пространстве у программы Аполлон закончилось где-то после Аполлона 13-го, наверное. То есть, 14-й был уже совсем неинтересен публике, 15-й, 16-й, 17-й, ну, там, наверное, какие-то нерды это смотрели по телеку, а остальное это было интересно ученым. Да, публика очень быстро остыла к лунной программе. Публику волновали внутренние проблемы США, которые лунная программа никак не решала. Всякие там социальные дрязги, война во Вьетнаме, опять же, тот же самый нефтяной кризис, который вскоре разразился и все такое прочее. Как этому всему могла помочь лунная программа? Наверное, никак. Это все правильно, но только за него расплата тяжелая. В первую очередь за него расплата общая это остановка научно-технического прогресса в мире. Когда оказывается, что определенного рода достижения проще сымитировать чем что-либо еще. единственная имитация, которую мы здесь наблюдаем, это странный мужик в майке по какому-то нелепому стечению обстоятельств, считающий себя философом. Потому что если он хочет нам сказать, что после завершения американской лунной программы прогресс науки и техники на Земле остановился или был заменен на имитацию, то мне бы хотелось узнать конкретные примеры, для наглядности, чтобы я тоже мог это увидеть. Может быть программа Voyager не была реализована? Или может быть Space Shuttle так никуда и не полетел? Или может быть исследование Марса и Венеры прекратились не начавшись? Или может быть не было ни станции МИР, ни потом МКС? Вот этого всего не было. Никаких орбитальных и наземных телескопов так и не появилось. Не появились никакие ускорители частиц, все более и более мощные. Не было никаких исследований и тем более открытий ни в генетике, ни в палеонтологии, нигде. Вот этого ничего не было. Не появились компактные микропроцессы, микросорные устройства, которые мы знаем теперь под названием персональный компьютер. Не было их. И не появился World Wide Web, который развился в тот интернет, который мы знаем сейчас. Всего этого не было. Данилов, ты что, шизофреник? В чем было их такое отставание от Советского Союза? В ракетной технике, в ракетной технике фундаментальной. Они его пытались ликвидировать, пытались ликвидировать, и все равно не ликвидировали. Это Советского Союза давно нет. Фундаментальное отставание в ракетной технике, говоришь? Ну, не знаю, может быть, Россия действительно фундаментально опережает весь остальной мир по ракетной технике. Может быть, я не исключаю. Но если мы посмотрим на статистику запусков за 2018 год, например, увидим интересное. Нужны ли здесь какие-то комментарии? По-моему, нет. Факт остается один, что либо советские ракеты старые вывозят космонавтов в космос, либо их реплики, как это происходит в Китае. Других нету. При том, что условие, что у них была чудесная ракета. Сатурн-5 и так далее. Пан Философ, ну неужели ты не понимаешь, что гигантская супер грузоподъемная ракета Сатурн-5 для вывоза астронавцев на низкую околоземную орбиту подходит примерно так же, как карьерный самосвал для поездки на дачу. То есть никак. И тут внезапно у одного из подаванов прорезается голос разума, но, к сожалению, ненадолго. У нас энергия была вот эта сверхтяжелая ракета, сколько там ее пусков было? Два. Ну, и что? И где теперь? И что? И сейчас принята программа через 15 лет опять построить Ну, нам вот оказалось, что мы тогда решили что этот шаттл космический он тогда был странен к чрезвычайнию. Шаттл был космический странен. Я согласен с тем, что страна распалась, что этот шаттл может выглядеть странно для кого-то, хотя что в нем странного? Шаттл как шаттл. Вопрос-то на самом деле справедливый. Если ракета у нас фундаментально лучше, чем все остальные, если у нее двигатели лучше, чем все остальные, то что бы ее не восстановить? Документация осталась? Но осталась же ее же не уничтожили? А так была бы лучшая в мире ракета, 100 тонн на орбиту одним пуском. Ну и что, что нам нужно возить трех космонавтов за раз? Ну и что, что у нее на 99% ее мощность не будет выбрана? Но она же лучшая в мире, значит ее и надо использовать. Или нет? У них многоразовый самолет летал ракета летала садилась, а потом летала нормально. Было 5 ракет, 2 из них погибли месяц с экипажем. Вот так и должна техника эксплуатироваться настоящая. А не так, что ты совершенно не готов. И 6 полетов как с иголочки просто сел, стал, пристыковался. Этого ни разу никто не делал, даже с черепашками. Лично меня начинает беспокоить кровожадность философа. Как бы что ни вышло, то там что-то должно быть оплачено кровью, то здесь должно сопровождаться катастрофами с жертвами. Что-то с ним не то все-таки. Но замечу, что в суммарном зачете челноки совершили 135 полетов. Из них 2 было катастрофами. То есть авария, катастрофа, аномалия, все это разные градации неисправностей. Не каждая неисправность приводит обязательно к человеческим жертвам. Нужно стремиться к сокращению неисправности, но как бы что получается, в программе Аполлон было бы 135 пусков, еще неизвестно сколько бы из них было аварийных, а сколько катастроф. То, что философ полностью игнорирует факт того, что в программе Аполлон был целый огромный испытательный период, мы тоже уже обсуждали, повторяться не хочется. И все-таки, почему он такой кровожадный? Неожиданно подтверждаем паспорт прежнего семинара о смене технологии, что оказывается, прежде проникнут в случае технологии да, надо заканчивать, пододевать нормальную штуку, рубашку там этого а здесь мы закончили. Ну что ж, раз они одеваются в нормальное это самое, самое время подвести итог, но прежде я замечу интересную особенность, как сам сенсей, так и его падаваны отличаются какой-то странной косноязычностью и заиканием. Возможно, это заразное или может быть просто что-то в воду добавляют, я не знаю. В общем, итого, философ оказался достаточно таким забавным экземпляром, глупым, невежественным, может быть у него действительно есть какое-то хорошее физическое образование, я не знаю, но в истории науки и техники, о которой он взялся рассуждать, он понимает ровно ничего. Он не знает про состояние дел в космонавтике, ни текущее, ни прошлое, он не знает историю программы Аполлон, он не знает историю того, что было до Аполлонов, он свои рассуждения, выводы строит на основе собственного невежества, не желая никак изменить ситуацию. Что самое смешное, в комментариях под его видео ему посоветовали, не я посоветовал, один из моих подписчиков и зрителей посоветовал посмотреть мои материалы. Философ что-то там вякнул в ответ и стер этот комментарий. Ну, что ж тут скажешь. Философ-то не настоящий! Философ 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 Философ